Что это такое? В глубинном смысле русской идеи. Но в конкретном мы знаем, что это такое. Это прежде всего, конечно, творчество Николая Федорова, его философия общего дела, два завершенных, там один незавершенный, ну и многочисленные статьи, связанные с этим корпусом, текстом. И в центре эта идея воскрешения всех предков, обретение бессмертия, другое выражение этой идеи. То есть обретение вечной жизни через выполнение этой фундаментальной задачи. В философском смысле это сущность русской философии, религиозной по своей основе, то есть религиозно-философской творчества русских философов. Сейчас не буду конкретизировать это. Вот. И эта идея, она имеет, конечно, множество своих проявлений в виде государственных проектов, в виде цивилизационных проектов. Потому что и сама русская идея, и все эти проекты, они основаны на некотором основополагающем опыте жизни, вот в этом пространстве, которое мы называем Россией, который связывается с Россией. И, ну, давайте начнем издалека, то есть с понимания, попытки понимания того, в чем состоит как бы предназначение человеческой эволюции, или сущность человеческой эволюции, куда, зачем мы все движемся, развиваемся, в каком направлении. И постараемся здесь вот выйти за пределы чисто религиозных ответов предуготованных, а посмотрим на все в более широком контексте. Ну, вот с точки зрения современной науки эволюция, мы имеем две как бы фундаментальных измерения эволюции. То есть эволюция неживого, эволюция Вселенной, да неживой Вселенной, материальной Вселенной, начавшейся по одной из гипотез Большого Взрыва. Эволюция живого, которая известна нам на примере планеты Земля. И, ну, упрощая немножко, мы могли бы сказать, что согласно вот основополагающим современным научным представлениям, эволюция неживого идет к всеобщей энтропии, то есть к полному взаимоперевешиванию, перемешиванию и усреднению, да вот всех тех беспорядков и разнообразия, которые образовались в результате первичного большого взрыва к тепловой смерти Вселенной. А вот фундаментальное отличие живого состоит в том, что оно развивается на пути не упрощения своей структуры, да вот в негантропии, а на пути усложнения, сохранения этого усложнения и передачи его дальше в следующее поколение. То есть живое фундаментальным образом отличается от неживого тем, что оно имеет на много большую внутреннюю сложность, оно может самовоспроизводиться, и оно поддерживает эту высокую внутреннюю сложность за счет обмена с внешним миром, с материальным миром, забирая оттуда ресурсы и выбрасывая туда энтропию, повышая тем самым энтропию и сохраняя свою негантропию, высокий уровень организации. Вот такое фундаментальное начальное различение эволюции неживого и живого. И вот дальше на планете Земля мы можем проследить различные ступени эволюции живого, все больше и больше и больше и больше сложности живого. И в конечном счете появление многоклеточных растений, появление деревьев, взаимодействие живого с внешней средой, с атмосферой, то есть растения. И изменили атмосферу, которая стояла на ранних этапах Земли почти полностью из углекислого газа. Растения в результате фотосинтеза собрали углекислый газ, расщепили его на кислород, который стал атмосферой, и углекислый газ, который стал стеблем растений, образовал углеводороды, массив энергии, запасенной энергии. И в конечном счете, когда концентрация атмосферного кислорода достигла 10%, возникли среди уже живых систем, то есть уже не только растений, но и животных, возникло дыхание внешним кислородом, как энергетически, намного более мощное. Примерно в 10 раз более эффективно, нежели дыхание внутренним кислородом у животных. Вот примерно так. И если мы посмотрим различные ступени эволюции живого, то это все больше и больше сложность, все больше и больше связность. Было, конечно, много удивительных событий в эволюции живого на планете Земля. Ну, скажем, фундаментальные события связаны с хозяевами планеты динозаврами. Они, да, все вымерли. И считается, что если бы не было этих астероидов, потока астероидов, мощного астероида, который вызвал эту катастрофу вымирания динозавров, вполне возможно, что люди бы и не появились. Вот из тех мелких животных, которые выжили в этой катастрофе, да, не развивалась бы эта эволюционная ветвь. Но, тем не менее, эта ветвь развивалась, животные становились все более и более сложными. И вот, наконец, примерно 2 миллиарда... Извините, 2 милли... И вот, наконец, примерно 2 миллиона лет назад появился Homo erectus, да, человек прямоходящий. И от прочих антропосов, то есть человекообразных, а также от наших общих предков, там, обезьян, из которых появились шимпанзе и современные люди, да, хомо erectus отличался тем, что его передние лапы стали руками. То есть он все больше и больше времени проводил на задних конечностях, которые стали ногами. И передние лапы, свободные от необходимости поддерживать тело, стали органами внутреннего пространства, органами психики. То есть этими руками в конечном счете человек стал создавать одежду, орудия труда, охоты, жилища, заботиться о потомстве. И в конечном счете парой человеческих рук создан весь мир, в котором мы живем. Да, все это создано парой человеческих рук. То есть руки стали органами сознания, органами духа, то есть материальными воплотителями нашей внутренней жизни и наших проектов. Они стали инструментами эволюции. А вот сама эпоха хомо erectus связана с тем, что возникло новое направление эволюции, когда стало возможным создавать еще большую сложность внутреннего мира и с помощью предметов, которые мы создавали, социальных организаций. Это тоже стало инструментами человеческой эволюции. Ну и следующий фундаментальный прыжок связан с появлением хомо сапиенс. Как считается, именно эта ветцарь и прочих всех хомо обладала наибольшими талантами к языку, к коммуникации, к выражению и к отношениям, взаимодействию. И благодаря общению и лучшему взаимодействию сапиенсы, каждый из которых был намного слабее неандертальца, вместе, в конце концов, завоевали этот мир, истребили. И всех денисиковцев, и всех неандертальцев стали хозяевами планеты Земля. И вот создавая группы, сохраняя внутреннюю сложность, более высокую внутреннюю организованность и многоуровневость, многоаспектность внутреннего мира и вот сохранившимися материальными свидетелями вот этой более высокой степени внутренней организации сапиенсов является пещерное искусство. Это вот выплески внутреннего мира. Является шаманизм, древнейшая практика трансценденции экстаза, которая появилась тоже примерно 50 тысяч лет назад и является первые древнейшие погребения, которые тоже появились примерно 50 тысяч лет назад. До этого люди не хоронили своих умерших. Сейчас, 50 тысяч лет назад, везде мы находим древнейшие погребения, которые ориентированы по странам света. Внутри одежды, остатки шкур, предметы, быта, орудия охоты, ценнейшие предметы для древнего человека. Сколько труда нужно было потратить для того, чтобы их изготовить? И мы клали их в могилы. Значит, появилось представление о том, что со смертью физическая жизнь не кончается. А также это свидетельство того, что мы стали заботиться не только о живых, но и о мертвых. Да, вот это вот новая ступень эволюции, взаимосвязь и новый уровень заботы и отношений. То, что является важнейшим катализатором, важнейшей опорой, важнейшим инструментом эволюции. И вот шаманская эпоха, которая длилась примерно 50 тысяч лет назад, знаменуется тем, что в шаманизме вселенная – это вселенная духов. Для шамана все имеет свой дух. И поэтому, как в обычном мире человек может говорить с человеком, так в шаманском мире, во вселенной духа, шаман и любой человек с помощью шамана может связываться с духами всего живого и того, что в обычном мире является неживым. Например, дерево живое, оно имеет свой дух живой. А вот гора-камень в обычном измерении, неживое, но в шаманском мире есть дух горы, есть дух земли, есть дух звезды, есть дух космоса. И со всеми духами шаман может установить связь и использовать их ресурсы в обычной жизни. И это многократно усилило богатство и сложность внутреннего мира. Ассортимент действий. Это стало основой классификационных схем реальности. Вот три мира шаманской вселенной – нижний мир, средний мир и верхний мир, которые, кстати, стали основой и языческой классификации, и религиозной классификации. То есть везде есть три мира и дошли до настоящего времени как основа гуманитарной классификации. Ну, скажем, в той же психологии есть подсознание, нижний мир шаманизма, есть сознание, средний мир шаманский, есть сверхсознание, да, высший мир шаманизма. Поэтому в каждом доме есть подвал, есть сам дом и есть чердак. Если крышу сносит, то мало не покажется. То есть вот эта универсальная трехчастная классификация мира – есть подземелье, есть земля, есть небо, да, если вот соотносить с внешне наблюдаемыми горизонтами – она была осознанно и развита, причем детально развита в 50 тысяч лет шаманизма. И затем следующий революционный переход, связанный с агрикультурными уже сообществами, открытие посевного земледелия примерно 10 тысяч лет назад, появление первых поселений, потому что, да, земля могла прокормить гораздо больше людей, нежели охота и собирательство. Поэтому появились большие поселения, появились города, появились новые инструменты, такие как, например, письменность, которая первоначально была просто-напросто бухгалтерскими книгами, а затем стала инструментом, с помощью которого мы передавали знания, сохраняли память человечества, да, которое стало зеркалом нашей внутренней жизни. И рассвет, ну скажем, в древнегреческой культуре, да, время Гомера, да, рассвет письменности, уже начало новых измерений. Одновременно с этим возникли, как мы знаем, с поселениями переход, плавный переход от шаманских цивилизаций к языческим цивилизациям. И если шаманизм – это вселенная духов, то языческие цивилизации – это вселенная высших существ, богов. Да, и высший бог, ну, часто связанный, чаще всего, вернее, во всех язычествах, связанных с солнцем, потому что солнце – это, безусловно, это коренная идентификация каждого человека, да, с солнцем. И это верховный бог, это источник энергии, источник света, источник всех главных ресурсов в мире, в котором мы живем. Поэтому основные практики, духовные практики человечества в этот период – это связь с высшими существами. Это домогательство с помощью молитв, которые стали инструментом, направляемым жрецами в местах силы, в храмах, для того, чтобы создать лучи коммуникативные с высшими существами и воспринять ответ от них, с помощью которого мы могли бы решать свои жизненные проблемы. Так продолжалось примерно от пяти до десяти тысяч лет в разных регионах мира. И затем в осевое время, это примерно 700 лет, согласно Яспорцу, до Рождества Христова, возникли все мировые религии. И фундаментальное отличие мировых религий от язычества состоит в том, что вот то высшее, что в мировых религиях мы видели вне себя, в фигурах богов, высших существ, мы нашли это высшее в себе. Мы обнаружили, что таттвамаси в индуизме, ты есть то, атман есть брахман, человек есть бог, царствие божие внутри нас, каждый имеет природу Будды, дао беспредельно, я есть дао, то есть я есть путь. И в мировых религиях абсолют был усмотрен в человеке. То есть мы на эмпирическом уровне конечны, но на абсолютном уровне в нас есть семя духа, искра духа, искра бесконечности. Это узрели основоположники, открыватели мировых религий, которые стали делиться своим опытом человечеством. И мировые религии в этом смысле являются, ну, своего рода, навигаторами, навигационными картами, пути к открытию абсолюта в человеке уже. Вот это следующий фундаментальный проект. Я обращаю ваше внимание на то, что абсолют, то есть главная цель человечества в мировых религиях, главный пункт назначения, вещь, которую невозможно выложить ни в каких понятиях, ни в каких категориях, ни в каких словах, потому что одна из характеристик абсолюта – это бесконечность. Пути к абсолюту, во-первых, неисповедимы, как и пути Господни, а во-вторых, бесконечны. То есть существует бесконечное количество путей к абсолюту. Но что важно в свете нынешней ситуации, в свете как раз понимания русской идеи, что хотя существует бесконечное количество путей на вершину горы, символ абсолюта, до вершины горы, то есть мы можем идти туда по карабкаясь на скалах, мы можем подниматься на канатной дороге, мы можем на воздушном шаре, мы можем на лифте, который в центре горы и так далее, по винтовой дороге вокруг горы. То есть это символ различных путей на вершину, к абсолюту. Но, тем не менее, фундаментально мы можем выразить все многообразие путей как четыре главных класса восхождения к бесконечности. Это называется Тетралемой Нагаржной. Она впервые была открыта буддийским учителем Нагаржной во II веке н.э. Описанная им в Муламатьяме Какарика. И Нагаржина стал первым среди буддийских мыслителей, который доказал, что самый быстрый путь к абсолюту – это серединный путь, то есть путь избегания крайностей. Крайности – это различные школы, различные буддизма, различные практики, различные методы, различные другие религии и пути к абсолюту – это крайности. А серединный путь – это путь избегания крайностей. Хотя для того, чтобы избегать крайностей, нужно их познать. И если ты идешь серединным путем, ты не боишься крайностей, потому что ты всегда, как неваляшка, возвращаешься автоматически в серединное состояние, и тогда тебе доступно все богатство переживаний, в том числе духовных переживаний. Вот это удивительная структура открытого Нагаржина серединного пути. И структурно Нагаржина выразил серединный путь как тетралэмму. То есть есть А, есть не А, есть и А, и не А, и есть не А, и не не А, ни то, ни другое. То есть, грубо говоря, давайте на примере философии рассмотрим. То есть есть идеализм, все есть дух, есть полная противоположность, да, материализм. Есть и идеализм, и материализм, ну, пантеизм, различные формы панпсихизма, да, и есть не то, и другое. Нигилизм. Или, например, Семен Людкович Франк в русской философии, да, течение. То есть это одна из версий нигилизма. То есть ни то, ни другое. Бог – это бездна, невыразимый ни в каких категориях, ни в каких словах, ни в чем. Или мастерогарда, аналогичные вещи. Он высказывал. Так что вот удивительным образом все многообразие путей к абсолюту сконденсировалось до четырех классов мировых религий. Это прежде всего монотеистические религии. То есть абсолют – это единое. Это, наверное, самое фундаментальное. Потому что учение о едином и точка абсолют, как прообраз, единое, как прообраз абсолюта, наиболее антропоморфично. То есть в нашей жизни мы находим в себе прежде всего отражение этой идеи и этой практики. И поэтому оно наиболее широко распространено и разработано во всех религиях, во всех философиях, во всех гуманитарных проектах. То есть учение о едином парменида, скажем, да, в Древней Греции. Или плотина, восхождение к единому. Вот дальше. Множественное – это индуизм. То есть абсолют – это все семейство богов. И хотя есть представление и о Тримурти, да, Шива, Рама, Брахма, и о высшем боге Шиви, да, который с Парвати, правда, в паре, да, танцует, но и сам он, Шива Натараджа, да, исполняет космический танец, воплощая творческую энергию Вселенной. Но в то же время в наследство от мирового язычества индуизм сохранил, воссобрал, но уже в форме, в форме мировой религии, то есть пути к абсолюту, языческую основу. То есть наиболее сильно мировое язычество сохранено в индуизме. По сути, на сущностном уровне, индуизм – это и есть просто мировое язычество в форме мировой религии. Следующее – не то, не другое. Вернее, и то, и другое. Это и пантеизм, извините, и монотеизм. Монотеизм, мы знаем, да, главные монотеистические традиции – это иудаизм, это христианство, все три главные школы христианства, и это ислам, шииты, суниты и все остальные школы. Вот, и то, и другое – это даосизм. Там есть представление и об абсолюте, и о множественности. Такое синкретичное представление и того, и другого. А не то, и не другое – это, конечно, буддизм. Потому что основополагающий абсолют открытой Будды – это шуньята. Это отсутствие не только индивидуального я, но отсутствие вообще каких бы то ни было сущностей, предметов, субъектов, особенностей. То есть на фундаментальном уровне структура мира – это шуньята, безосновная абсолютная потенциальность, из которой возникает абсолютно все. И вот это именно открытие шуньяты и позволило Будде решить основную задачу – найти путь избавления от страданий, который возникает из-за того, что у нас есть эго, и поэтому возникает привязанности. И если мы открываем шуньяту, то есть фундаментальное изверение, тогда мы освобождаемся от привязанности. Некому и не к чему привязываться. Вот такой путь в классическом буддизме – открытие абсолютно. Ну и в других школах Хинаяна и Варжаяна, а также Цзокчена – это линия развивается, она представлена. Буддизм – это как раз в основе представления шуньиты. Так вот, четыре класса фундаментальных мировых религий, они тоже имеют большое отношение к русской идее. Вот те пути, которые… пути воскрешения всех предков, это максимум выраженная Николаем Федоровым философия общего дела – это одновременно восстановление связей со всей истории человечества. Предки – это наша история. Это конкретные люди. И Федоров верил, что мы должны воскресить людей буквально. То есть мы должны восстановить свой контакт с ними прежде всего, потому что смерть в онтологическом смысле – это то, что я не вижу. Если человек умер, я его не вижу, я не могу с ними общаться. Это то, где нету контакта. Я спрашиваю, но нет ответа. И вот восстановление контакта, живой связи, получение ответа – это и есть истинный смысл. Воскрешение всех предков. А этого контакта в современной человеческой жизни нету. Он был нарушен при переходе от мирового язычества к мировым религиям. И больше всего это нарушение произошло в монотеистическом культурно-цивилизационном проекте, связанном с иудаизмом, христианством и исламом. Дело в том, что в шаманской эпохе, 40 тысяч лет, мы жили в мире духов. То есть в состоянии шаманского транса мы связывались со всеми духами мира. И за 40 тысяч лет каждый из нас стал всеволновым приемником, способным воспринимать сигналы со всего мира. В силу коэволюции, в силу нейропластичности мы подстроились, и менялась нервная система, менялся мозг, менялось тело, и мы стали вот такими совершенными приемниками. Затем за 10 тысяч лет язычества мы стали приемниками, которые стали способны воспринимать особо мощные, сильные и выразительные сигналы. Ну, скажем, в греческом мире мы можем насчитать, ну, согласно, скажем, той большой карте, которую представил латышский психотерапевт и философ Рудзитис в своей книге «К отцу». Да, есть на русском языке, но есть и английское издание, в которой полная карта греческих высших существ представлена. Так там около тысячи высших существ. Титанов, сирен, полубогов, богов. Всех высших существ. И древний грек знал их в лицо, знал все истории, связанные с ними, знал особенности, и поэтому он имел, ну, около тысячи совершенных образцов для подражания в повседневной жизни. При переходе от мирового язычества к христианству... Давайте вот более подробно остановимся на том, как этот процесс произошел в Европе. Ну, как известно, в первые века христианство было одной из многих десятков, а может быть даже сотен религиозных сект на территории современной Европы, Малой Азии, вот этого среднезаворского ареала. И оно не являлось чем-то, что превосходило или как-то заметно отличалось от чего-то. Очень сильно было, конечно, кельтское язычество, ну, естественно, в те места, которые были населены славянами, славянское язычество, скандинавское язычество и прочее воззрение. И только, по-моему, в 347 году император Великой Римской империи Константин своим указом сделал христианство государственной религией. Вот это стало поворотным пунктом. Да, воцарение христианства, потому что оно получило колоссальные ресурсы Римской империи для победы, для расширения. И это движение было кровавым, потому что, ну, в основе имперской власть кровавая, она основана на силе, на покорении. Это не республика, это империя. И бесконечные войны с теми, кто претендует, с теми, кто хочет, да, оспорить эту пальму первенства. И поэтому христианство стало также важнейшей идеологией опровержения варваров и того, что связано с варварами, то есть всех языческих и шаманских воззрений, которые стали все больше и больше считаться отпадением от истинной веры. И за несколько десятков лет и в течение последующих сотен лет произошел этот процесс отсечения истории, отсечения традиции, новое отношение к язычеству, как поначалу негативному, а затем даже дьявольскому в крайних случаях и шаманскому. То есть вот так была разорвана связь времен. И мы знаем время, которое наступило после этого, как темные века. То есть когда, ну, около тысячи лет, возможно, да, европейское человечество ничего не знало о великих философах, ученых Древнего Рима, Древней Греции, ну и других. Была сожжена Александрийская библиотека, да, 500 тысяч древних рукописей. Была уничтожена копия Александрийской библиотеки, 250 тысяч древних рукописей. То есть колоссальная периллюстрация истории, разрушение древних храмов, на руинах которых строились христианские соборы. Это обычная практика. Места силы не должны пропадать. Так что это было достаточно кровавое, беспощадное время и одновременно очень катастрофическая вивисекция своей собственной души. Это время формирования глобальной европейской тени. Потому что только тогда, когда у нас есть ограниченная самоидентификация, только тогда, да, есть все иное, все, что не является мною, идет за пределами. И если это иное в значительной степени бесовское, то, с чем я не хочу не иметь никаких дел, то, от чего я защищаюсь, то, что я отбрасываю, то тогда я буду проецировать все это на других. Ну, на других людей, на другие народы, на другие религии, на всех остальных вообще без разбора. Потому что за 50 тысяч лет эволюции мы были надежно сформированы как универсальные приемниками всех сигналов Вселенной, голосов всех духов, но в достаточно короткое время интенсивной христианизации только один канал стал дозволяться. Канал подражания Христу, святым, только этот канал стал дозволен. Но поскольку на биологическом уровне мы были всеволновим приемки, мы продолжали принимать все сигналы всех духов Вселенных. И тогда нам ничего не оставалось делать, как, принимая эти сигналы, говорить, что это не я, это другие, это они. Вот так сформировалась колоссальная проблема, колоссальная трещина в общеевропейском цивилизационном проекте. И эта трещина дальше множилась, дальше нарасталась. Тень продолжала углубляться, потому что мы стали проецировать эту тень на все другие религиозные пути, неверные, отпадшие. Мы стали крайностями, мы утратили серединный путь. Мы перестали видеть, что все другие мировые религии это тоже пути к абсолюту. Другие пути, но пути к абсолюту. Люди открыли, нашли то, что наиболее работает для них, в их условиях и культурно-цивилизационном окружении. И следующая, наверное, фундаментальная трещина и формирование общеевропейской тени это 1053 год, когда Папа Римский и Константинопольский патриарха, разделение Восточной и Западной церкви уже произошло, оно имело свою историю, и были многочисленные расширяющие трещину разногласия. Но в 1053 году Константинопольский патриарх и Папа Римский прокляли друг друга, отлучили от веры и перестали упоминать в богослужениях. И Папа послал на Константинополь крестоносцев, которые захватили, разгрушили его. Константинополь был восстановлен через много лет, но когда уже в 15 веке его осаждали турки, Папа не послал войска на помощь. Трещина была уже глубокой. И вот нынешняя трещина между Восточной, в обобщенном смысле, и Западной Европой, то есть вот между культурно-цивилизационными проектами, она сохраняется. Сохраняется взаимное проецирование, взаимная тень, проецирование всего самого плохого, бесовского друг на друга, потому что не определена вот эта глубинная архетипическая драма, лежащая в основе раскола. И этот раскол продолжает расширяться. Мы можем видеть его и, ну, на примере, ну, скажем, вот истории России. Это, конечно, крещение Руси князем Владимиром, да, вот конфликт между язычеством и христианством. Это победа Московской Руси, имперского проекта над Новгородской демократической республикой, да, проектом. Это раскол внутри православия, да, то есть староверы и новая вера. То есть вот где дьяволы мы ищем виноватых, кто не прав, кто истинная вера. Это, конечно же, крах Российской империи и раскол, гуманитарный раскол, гражданская война. Да, вот эти 10 примерно миллионов россиян, создателей, цвета русской культуры, да, которые были выброшены, в конце концов, истории и ассимилированы другими нациями. Это крах НЭПа и сталинизм. Это, конечно же, Великая Отечественная война, фундаментальный тоже архетипический кризис. Это, конечно, крах вот этого большого проекта социализма, связанного многими путями вот со сталинским проектом, и эпоха ревизионизма Хрущев, и застой Брежнев, да, то есть вот сдача постепенная этого проекта. Конечно, это катастройка, слова Зиновьева, название его книжки, да, развал СССР, постперестроечный травматический синдром, то есть вот такое утеря такого великого проекта свободы, равенства, братства, символом которого для всего мира был пусть несовершенным, но тем не менее Советский Союз, то есть крах великой мировой идеи коммунизма и расцвет олигарх-капитализма частичный, конечно, в нашей стране. То есть и если мы посмотрим вот с точки зрения открытий Грофа, ну и других мастеров духовно-ориентированной психотерапии, то они доказали, что намного глубже наших личных проблем, с которыми обычно работает психотерапия, в основе их лежит травма рождения, вот тот кризис, те фундаменты, те радикальные отождествления и травмы, которые образуются в этот момент. И без проработки травмы рождения невозможно решение большинства психологических и психотерапевтических проблем. Но глубже травмы рождения лежит история, связанная с индивидуальным бессознательным, то есть с историей моей семьи, моего рода, моей линии жизненной. И очень часто проблемы повторяются из поколения в поколение. И существует некоторый метод современной психотерапии, скажем, семейной психотерапии некоторые школы, такие как школа Хеллингера, которые пытаются работать вот с этим уровнем индивидуального бессознательного. К сожалению, метод работы не соответствует уровню энергетики задач, поэтому результаты гораздо слабее, чем могли бы быть. Ну и, наконец, есть открытый внесенный в науку Карлом Густавом Юнгом уровень коллективного бессознательного, основа которого составляет первоначально описанные Карлом Густавом Юнгом архетипы коллективного бессознательного. И самые фундаментальные, самые глубокие проблемы каждого из нас связаны с неразрешенными архетипическими конфликтами. Я привел несколько примеров фундаментальных непрожитых архетипических конфликтов, лежащих в основе разделения Востока и Запада, в основе проблем, которые у нас есть на уровне российского общества, проблем, которые каждый из нас имеет в своей жизни. Это формирование глобальной общеевропейской тени со всеми ее подтенями и особенностями. И поэтому для действительного радикального разрешения всех проблем нам необходимо разрешить все ситуации связанные на индивидуальном уровне с травмой рождения, на семейном уровне с индивидуальным семейным бессознательным и на общечеловеческом уровне с коллективным бессознательным. Значит, в каком-то смысле нам нужно преодолеть вот тот незавершенный эволюционный переход, который произошел при переходе от шаманизма к мировым религиям, то есть нарушении естественной эволюции, потому что при естественной эволюции предшествующий уровень полностью включается в следующий уровень и становится его неотъемлемой частью. А при переходе от мирового язычества к мировым религиям этот процесс не состоялся, то есть шаманизм и язычество не стало интегральной неразрывной частью большого христианского культурно-цивилизационного проекта. И вот, как мне кажется, трансперсональная психология, вообще большой трансперсональный гуманитарный проект современности, это и есть попытка вот такого воссоединения, воссобрания, восстановления связи времен не только интеллектуальной, но и энергийной. И это очень похоже на воскрешение всех предков Николая Федорова. Именно это на сущностном уровне и происходит философия общего дела. А все остальное Циолковский, Вернацкий, ноосфера, заселение всех планет, космонавтика, это приятное приложение, это следствие вот этого правильного эволюционного шага, коррекции вот той фундаментальной ошибки, которая произошла при слишком быстром переходе, неестественном переходе от язычества к абсолюту. В норме этот процесс наверное должен был занять не одну сотню лет. Когда это пошло от ума с законодательным порядком произошли неизбежные издержки, неизбежные надломы, неизбежные умствования, неизбежные крайности, односторонности, которые и стали причиной образования общеевропейской глобальной темы. И вот это видение позволяет нам в другом ключе понять на фундаментальные концепты, парадигмы, эпистемы, понятия, с которыми работает и современная философия. Ну, скажем, тема другого. Мы понимаем, как она связана с темой тени и образования темы. И без генезиса другого, связанного с пониманием вот этой истории, мы ничего в нем не поймем. Мы можем бесконечно философствовать, но это будут все новые и новые груды менталолома, а не философский камень другого. И то же самое проблема безумия, история безумия, безумие творчества. То есть мы понимаем, что такое творчество и связь творчества с безумием, когда понимаем, что это инструмент исцеления древней архетипической драмы, незавершенного перехода, что это, конечно же, и контакт с шаманской вселенной. То есть мы в другом ключе, конечно, понимаем шаманизм в нашей теперечной жизни. То есть это и мир мультфильмов, потому что в мультфильмах, как и в шаманской вселенной, душа с душой и говорит. Это и мир трансовой культуры, рейвов, современного рока, ритма. Да, это тоже шаманизм. Это и эко-движение, потому что в шаманизме человек и мир находятся в дружественной связи. Они общаются, беседуют и заботятся друг о друге. Поэтому мы можем видеть языческий мир, то есть в современных вершинах, которыми мы восхищаемся, в великих людях. Да, это боги в нашем мире, герои, которым мы подражаем в нашей вселенной. и восстанавливая свою связь с ними, да, мы можем пользоваться этими силами в своей собственной жизни. И, конечно же, очень важно исцелить и восстановить наш путь к абсолюту в себе, то есть путь, который был обозначен мировыми религиями. Ну, скажем, в христианстве. Я говорил о том, что путь к абсолюту как к единому это универсальный, один из самых мощных путей. Недаром до сих пор в христианстве и исламе больше половины населения Земли принадлежат к этим мировым религиям. И мы можем найти представление уединства вообще во всех мировых философиях и во всех религиях. Ну, скажем, мистическое ядро всех мировых религий это то же самое, что мистическое христианство. Мистический суфизм, мистический буддизм, мистический даосизм, они не противоречат друг другу. Но на относительном уровне единое в христианстве очень быстро стало единственным. Одним единственным, вернее. Единое, одно единственное, а затем неизбежно оно стало единственно верным, отвергающим другие неправильные единые учения, в том числе христианские. Это матрица сектанства, матрица отделения. Хотя на сущностном уровне, если есть единый, все принадлежит этому единому. Абсолютно все, даже то, что кажется нам противоположным. Это все части единого, если мы исходим из концепции всеединства, абсолюта. Единого как абсолют. И поэтому в едином не может быть ничего, что не является единым. Поэтому вот это нарастающее сектанство, о котором блестяще, помните, сказал Воланд Булгакова на примере москвичей. Да, хорошие люди, но всех испортил квартирный вопрос. Так и нас, прессу, европейское человечество, испортил квартирный вопрос. Наша глобальная европейская тень, обрыв связи со всей предшествующей истории человечества, а на более глубоком уровне обрыв связи вообще совсем со всей истории эволюции. То есть ведь архетипические драмы и травмы это не только разрыв с шаманизмом и язычеством, а это, например, разрыв с семьей хомо. Это насилие хомо сапиенс над денисейским человеком, неандертальским человеком и всем остальными видами хомо. Да мы уничтожили их. Это человек как царь земли, царь вселенной, то есть возвышение человека над семьей всех других живых существ. Это тоже не до конца решенная проблема. Это разрыв конфессиональной разрыва внутри всех мировых религий. Сунниты, ишениты в исламе, Хинаяна, Махаяна, Ваджаяна в буддизме, восточное западное христианство в христианстве и три главные ветви и тысячи сект. Протестантизм, католицизм и ортодоксия. И в современности это разрыв между традиционными религиями как путями к абсолюту и другими путями к абсолюту, которые символизируются наукой. Наука тоже путь к абсолюту, объективный путь к абсолюту. И искусством. Искусство это тоже путь к абсолюту, потому что оно выражает красоту. Абсолют источником красоты является абсолют. А также все незавершенные технологические и социальные революции, то есть переход незавершен в ряде фундаментальных. То есть эта проблема действительно чрезвычайно глобальная, важная и вот фундаментальная роль русской идеи, выраженной первоначально наиболее объемно философии общего дела Федоровым, а затем в творчестве его последователей, учеников русских и нерусских космистов, потому что, ну, скажем, Чурлёнис, художник-композитор, тоже великий космист, или вот недавно умерший литовский художник-скульптор Вилюс Орвидас, это тоже космист, тоже космическое искусство, которое воссоздал сад душ у себя в усадьбе и там есть статуи вообще всех мировых религий, всех традиций, шаманских, языческих и пространства, которые там созданы, обрадают удивительной целительной силой, такой творческим потенциалом. Я там был много раз, поэтому сейчас заканчиваю фильм на эту тему и это тоже важнейший пример. Мы можем найти десятки важных примеров движения в этом направлении, символом которой является русская идея в современном искусстве, ну скажем, вот серия фильмов об Аватаре, вот конфликт между вселенной Аватара и миром Земли, миром технологов, миром колониальным, миром потребителей и органическая цивилизация эйи, энергии, которая соединяет всех и все друг с другом сотрудничают. И вот фундаментальное выражение русской идеи Федоровым было бы, конечно, весьма сложно, трудно в ином нероссийском контексте, потому что ну такой фундаментальной основой для выражения этих идей является, конечно, российский культурно-цивилизационный проект, который радикально отличается от западно-европейского культурно-цивилизационного проекта. Российский культурно-цивилизационный проект является органическим. Российское имперское имперское, конечно, цивилизация расширялась, конечно, нередко через войны, через насилие, но затем главным, главным, самым важным в тому, чтобы поддерживать отношения, были формы сложного контакта со всеми культурами. Ведь на территории России проживают более ста этносов, которые, в свою очередь, принадлежат к семи суперэтносам. И согласно, скажем, Льву Гумилёву, Россия преобладает симбиотические отношения. Российский этнос является смысло образующим в России, но его отношение с другими этносами, с другими религиями, с другими культурами строится на принципе симбиоса. То есть мы даём пространство, мы не подавляем, не ассимилируем насильно, не включаем в этом стержень российской жизни. Мы взаимодействуем и благодаря этому создаётся богатое внутреннее цивилизационное пространство. То есть очень мощное пространство как основа, как опора для богатого внутреннего, сложного пространства. То, что Корсавин выразил в симфонической теории личности. То есть внутренняя жизнь и богатство внутренней жизни обязаны иметь опору в структуре цивилизации, в структуре общества, в культуре, в произведениях, в порядке, в законах. То есть всё это является инструментами эволюции, с помощью которых поддерживается высокая степень внутреннего разнообразия и внутренней сложности. И вот это богатство русской жизни, Россия, которая с одной стороны граничит с даоско-конфуцианским Китаем, с мусульманской Азией, с шаманской Сибирью, с буддистской Монголией и Твой, и Калмыкией, с староверами, с северными народами, с западной Европой. То есть такой алхимический катёр, в котором на протяжении столетий перемешивалась вся многообразная жизнь, а также, несмотря на христианизацию, сохранялись глубинные сокровенные связи и с язычеством, и с шаманством. Вспомним несколько ключевых сцен из фильма Андрей Рублёв Тарковского, которые о пути художника, которые объясняют, как инок, монах Андрей стал великим живописцем. Почему нас столь привлекают его иконы? Почему они являются символом России? И помните, Тарковский показывает сцену с комарохом, которого играет Ролан Быков? Да? Это чистый шаман. Встреча Андрея с шаманской Русью. Важность этой сцены. Дальше. Праздник Ивана Купала. Языческая Русь. А ведь Тарковскому было, наверное, очень сложно снять эту сцену. Это начало, это 64-й год, да, помните? Время в России, а там сотни голых девушек и юношей сняты. На что нужно было пойти Тарковскому, чтобы все это организовать? Значит, он считал это чрезвычайно важным для фильма, показать язычество в Руси, Рублева, и контакт, живой контакт, там несколько важных сцен вот в этом части фильма, Рублева с российской женщиной, российскими язычниками. И контакт, есть сцена, помните, также подражание Христу, когда там прибивают на крест и крест поднимается. И вот важнейшая сцена тоже крестьянство, христианство, страдания, подражания Христу. И финальная сцена колокол. Да, это сцена путь Творца из ничего, из себя, из глубины души. Да, потому что мальчишке отец не передал секрета колокольной бронзы, но он сделал колокол, который звучит. И мы слышим в фильме этот звон. В этом колокольном звоне голоса всего, всех людей, всех животных. Это есть символ царского, настоящего звона, колокола, соборного звона, в котором звучит и отражается все живое. И вот это все важно было для Тарковского, чтобы показать контакт и опыт Рублева со всей живой русской жизнью, со всей историей Руси. Именно поэтому в глазах его ангелов, в глазах его Мадонн и все язычники, и все шаманы, и все духи звучат. Поэтому все живое и все оживляет. И для Тарковского также было важно показать свой-свой путь в смысле вот как раз автобиографичности через путь Андрея Рублева. Это путь художника, путь воссобрания себя, воссобрания контакта, и символом этого контакта является русская идея. То есть мы видим, сколько многообразных проявлений и многообразных форм. и прямо противоположен этому культурно-цивилизационному проекту западный культурно-цивилизационный проект, который в своей основе является колониальным, поскольку он поддерживает свою сложность, свою стабильность за счет ресурсов других культур, других стран, других цивилизаций и выбрасывает наружу, то есть в эти страны, в эти цивилизации накопившийся внутренний хаос. То есть это колониальный проект, прямо противоположен, не сотруднический, не основанный на симбиозе, а основанный на покорении, на экспансии, на подавлении. И фундаментальный конфликт и противоречие настоящее время состоит в том, что дальше колониальному проекту некуда расти, потому что все, весь мир уже завоеван, покорен и никуда дальше хаос не выкинешь. И с этим связана актуальность звучания русской идеи в наше время, то есть показать пути выхода из сложнейших ситуаций, в которых мы сейчас живем, показать новые пути цивилизационного развития и развязки самых фундаментальных узлов, в которых переплелись все современные конфликты. Вот, наверное, как мы могли бы по-новому посмотреть на русскую идею с точки зрения современных открытий в большом трансперсональном проекте. открытие. Продолжение следует... Продолжение следует...